Как сказал один из моих товарищей, 2019 год, как и 2020, особо примечательны тем, что всем потребителям телевидения, всем потребителям СМИ, всем потребителям интернета буквально навязывается, впихивается прямо вот в область зрения, закажите, закажите бесплатно медальку 75 лет победы. Сразу появилось много вот подкастовых таких решений, люди звонили вот этим подкастовикам и те им говорили, да, абсолютно бесплатно мы вам медальку эту вышли, но вот только вам придется оплатить полторы тысячи рублей за доставку, или там две тысячи рублей, или там тысячу, ну кому как, значит, втирали. Смотря какой подкастовик занимался вот этим всем, ну это мы так называемые, да, подкастовики. На самом деле это разводилы, мошенники, которые вот на одном из официальных кастов чьих-то, они вот так вот разыгрывают такие сценки. Ну, естественно, я всем отсоветовал этими делами заниматься, заказывать там что-то, кусочек металла, который будет пылиться у вас на полке за полторы тысячи рублей, без всякой, в общем-то, пользы. Ну, в общем-то, грузила с него можно сделать, как или блесенку такую, если практически применить. Но, тем не менее, вот меня попросил мой сосед заказать онлайн вот эту вещь, потому что сам он интернетом не владеет. Ну, в общем-то, что и было сделано на официальном представительстве, как они утверждают, ссылочку размещу. Ну, вот пришло в таком вот конвертике, и вот пришло мне такое вот послание. Открываем. Вот так вот оно выполнено. Довольно добротно, красиво. Вот, и вот, собственно, сама вот эта вот памятная медалька. Она выглядит вот так. Все это дело. Значит, не соврали. На самом деле выслали вот этот вот императорский монетный двор. ООО выслали и предложили квитанцию для оплаты. Так, вот она, вот он, значит, вот она, смета даже составного, смотрите. И за все про все вот 299 рублей. Вот она, белая квитанция. Вот ее предлагается оплатить. Платить или не платить, так как товар уже у вас, да, это как бы вопрос каждого. Сугубо индивидуальный. Ну, в моем случае будет оплачено, потому что, в общем-то, оплачивать будет сам сосед, заказавший. А он человек очень честный. Так, и здесь же, значит, предлагается такая оферточка вам, потому что, смотрите, у вас же, видите, вот, у вас же незаполненных остается несколько гнезд. А как предполагается, что, когда люди видят, да, незаполненные гнезда, у них просыпается инстинкт коллекционирования. И он сразу же клюнет на вот эту вот предложенную оферту, которую они, значит, описывают в приложениях. Те, кто с вами играет в эти игры, этот бесплатный, так называемый, вариант, это хорошая-хорошая замануха. Вот здесь все это описывается. То есть, вам предлагается оплатить и белую квитанцию, вот, и наряду с ней еще желтую квитанцию, вот эту вот, что вы оплачиваете 10% там от следующей медальки. Следующая медалька будет стоить у вас вот, пошла замануха, уже 1490 рублей, их очень мало, только для вас, видите, даже пропечатывают ваше имя, фамилию вашего физлица, вот, плюсы и минусы. Вот, и здесь нужно быть поаккуратнее со своими желаниями, потому что, как готов, как говорится, увяз все птички пропасть. Заказали монетку, вот, можете, значит, использовать ее как блесенку, хорошая такая штучка, блестящая. Ну, если у вас вдруг просыпается инстинкт коллекционирования, оплачивайте еще вторую квитанцию, чего вам крайне делать не рекомендую. Я, в общем-то, и первый бы не рекомендовал оплачивать. Вот, потом, значит, с вас потребуют вот такие вот деньги, ну, и если, чтобы вас остудить, ваше коллекционирование, возможно, разгорающееся. Вот, и эти инстинкты коллекционирования в конечном итоге приведут вас вот к таким вот уже ценникам. Там, возможно, уже будут более серьезные оферты, на основании которых с вас можно будет эти деньги, в общем-то, сдернуть, еще ничего не выслав вам. Поэтому, как бы вот, заказана медалька, получена, вот она, медалька. И будет оплачена медалька по белой квитанции. Сделайте милость, кто заказывал, кто закажет еще, кто заказал уже. На этом остановитесь. И, конечно, я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...